Здравствуйте все! Третья лекция курса высоконагруженных систем. Сегодня поговорим об эксплуатации. Меня зовут Илья Щанников. Я в Одноклассниках работаю уже почти 10 лет. Начинал как обычный системный администратор, продолжил как TeamLead, а теперь руковожу всей командой системных админов. До Одноклассников успел поработать в G-Money в качестве IT Security. Окей. Наверное, для того, чтобы рассказать об эксплуатации, сначала нужно поговорить о том, какая вообще цель есть в работе системных администраторов. Хочу спросить у вас, кто-нибудь имеет опыт сисадминства? Окей. Никого. Ну, ладно. Может быть, кто-нибудь настраивал компьютер знакомым, соседям? Окей. Таких уже побольше. Ну, немножко, значит, более системных администраторов вы знаете. На мой взгляд, на взгляд моих коллег, руководства, цель работы системного администратора – стабильная работа вверенной ему системы. То есть, в моем случае, в случае команды моих ребят, это весь сайт Одноклассники.ру. Система должна работать стабильно, с полным сервисом, быть доступны пользователю с максимальным качеством. И все, что делает команда системных администраторов, они делают для того, чтобы эту цель достичь, обеспечить для бизнеса. Небольшой план. Поговорим о высокой доступности. Поговорим очень коротко, буквально один слайд. Приходите на лекцию Андрея Домася про балансировку и высокую доступность. Он будет подробно рассказывать о всяких способах балансировки и способах обеспечения высокой доступности. Поговорим о том, кто все это делает. Не только системные админы отвечают за высокую доступность. Какие мы используем подходы и инструменты. Они немножко отличаются, наверное, от штатных инструментов, которые есть у всех. И расскажу некоторые особенности большого прода, как мы все это применяем с прицелом на работу тысячи серверов. Окей. Высокая доступность. Ну, в первую очередь, конечно, это все зависит от программистов. То есть от вас. Если вы напишите код, который не способен работать в высокодоступной инфраструктуре, то ничего не получится у остальных команд. Помните об этом. Мы все верим в вас. Окей. Что нужно для высокой доступности? Для начала, чтобы обеспечить высокую доступность, нужно какое-то место, куда вы поставите свои сервисы, дата-центры. То есть вам нужно несколько дата-центров. Саша Христофоров на предыдущей лекции рассказывал об этом, о том, что в результате мы пришли к идее с тремя копиями данных. У нас есть три копии данных, которые расположены как минимум в трех независимых дата-центрах. На самом деле у нас дата-центров больше, то их четыре. Другие большие интернет-проекты, например, Google, они используют несколько другую идеологию. Они используют пять копий данных, и дата-центров у них несколько десятков по всему миру. Окей. Когда у нас есть какие-то дата-центры, где уже стоят сервера, все настроено, пользователю нужно туда направить. Мы используем балансировку с помощью DNS и BGP, то есть мы обеспечиваем доступность для пользователей всех этих дата-центров. Когда пользователи попадают в дата-центр, там уже работают балансировщики на уровне дата-центра, которые приходящих пользователей раскидывают по реальным вебам. Соответственно, тоже одна из частей высокой доступности. Ну и сами вебы работают уже с высокодоступными приложениями, то, что называется, сервера приложений, высокодоступные кэши и базы, которые в основном работают в режиме мультимастер. То есть есть также несколько мастеров, обычно это три мастера. Вот, собственно, такими способами мы обеспечиваем высокую доступность. Детально, как я повторю, приходите на лекцию моего коллеги Андрея, он вам это расскажет все. Давайте же тогда поговорим о том, кто это делает, какими способами делает. Да, конечно. Собственно, следующая лекция, по-моему, восьмая, она называется «Балансировка». Андрей Домась, мой коллега, кем не будет одной командой. Сначала будут сетевые технологии, а потом… Ну да, еще будет несколько админских лекций, которые будут рассказаны это детально. Если отвлечься от сервера какого-то, не знаю, как даже назвать, IT-устройства, это, по сути дела, очень плохой колорифер. Он потребляет много электричества и производит среднее количество тепла. Люди, которые занимаются эксплуатацией дата-центров, как раз решают вопросы, что нужно серверам подвести достаточное количество для начала электричества. Как правило, дата-центры запитываются от нескольких городских подстанций. Подводятся несколько линий, линии должны подводиться независимо, чтобы никакой экскаваторщик не мог одновременно перекопать их обе. И дата-центру должно подводиться достаточное количество электричества, даже чтобы при отказе одной из подстанций дата-центр мог продолжить свою работу. Разумеется, иногда бывают аварии, и одна из подстанций или несколько подстанций могут отказать. Хотелось бы, чтобы дата-центр все-таки продолжил свою работу даже в такие моменты, поэтому ставят очень мощные дизель-генераторы. Они точно так же резервированы, их несколько ставят, чтобы при отказе одного из дизель-генераторов дата-центр мог продолжить работу. И есть такой вот момент, электричество обычно пропадает внезапно. Редко кто предупреждает заранее, что у нас сейчас будет авария на подстанции. А дизель-генератор все-таки требует некоторое время, чтобы завестись. Обычно это десятки секунд или минуты, но все же это время есть. Поэтому устанавливают источники бесперебойного питания. Все, наверное, в курсе, что такое УПС, который может дать несколько минут жизни для сервера, для дата-центра. Это выглядит как комната, в которой установлено очень много аккумуляторов. Как раз эти аккумуляторы дадут запас времени, чтобы вы успели завести свои дизель-генераторы. Кондиционирование. Сервера производят тепло. Если этого тепла будет слишком много, сервер перегреется, и остановится, будет отказ в обслуживании. Чтобы эту ситуацию избежать, в дата-центрах применяют кондиционеры. Точно по такой же схеме они работают. Этих устройств несколько. Отказ одного из них не приводит ни к какому эффекту. Как ни странно, для серверов помимо холодного воздуха также важен чистый воздух, потому что иначе пыль набивается в систему вентиляции серверов, и они плохо охлаждаются, начинают перегреваться. И еще один важный момент — влажность воздуха. Нужно поддерживать соответствующую влажность. Ну, в очень сухом воздухе все, наверное, хоть раз, да, били стоком от металлических предметов. Таким ударом можно сервер попросту убить. И безопасность. Самый простой способ похитить данные — это вломиться в дата-центр и вытащить все сервера, унести с собой, данные скачать, сервера сдать на металл. Поэтому охрана, контроль доступа — все вот это в дата-центрах очень важно. С какими вещами приходится сталкиваться людям, которые эксплуатируют эти дата-центры. То есть какие аварии бывают, на что надо рассчитывать. Эта фотография взята вот из этой чудесной статьи на Хабре. Статью написал владелец одного из наших дата-центров, компания Dataline. Несколько лет назад в Москве бушевал ураган, как бы это странно ни звучало. Был шквальный ветер. На соседнем здании производился ремонт. Оторвало вот эти вот металлические балки, металлические части. И по неудачному стечению обстоятельств бросило на внешние блоки кондиционеров. Металл попал на все блоки. Где-то повредил блок, пробил его. Где-то вот очень сильно покорежил вентиляцию. Вот, соответственно, людям пришлось как-то оперативно решать вопрос с отказом. К чести компании Dataline хочу сказать, что они решили это очень быстро. А мы, в свою очередь, температура в залах начала расти. Компания сообщила нам о том, что у них есть проблемы. Начали постепенно останавливать сервера в этом дата-центре, чтобы избежать перегрева всех серверов и переводить трафик в другие дата-центры. Какие еще бывают интересные вещи? Неправильное проектирование или неправильная прокладка кабелей электрических. У нас был такой кейс, что в один момент люди, которые занимаются кондиционированием, выяснили, что в одном месте дата-центра сильно растет температура. Взяли тепловизор, прошлись и обнаружили, что кабель питания, который приходит в один из залов, который питает тысячи серверов, то есть это не обычный кабель, а такая вот толстая штука, перегревается и, вероятно, скоро перегорит. Тоже пришлось действовать достаточно быстро, потушить, перенести много серверов, чтобы дать возможность электрикам заменить этот кабель в спокойном режиме, без даунтайма для пользователей. Окей, дата-центр у нас есть, кондиционированный. Дальше в дело вступают люди, которые являются удаленными руками админов, то есть люди, которые непосредственно работают железом в дата-центре. Они принимают сервера, планируют стойки. Каждая стойка в дата-центре вмещает, ну, в разных вариантах, там от 30 до 80 серверов, но каждое место в этой стойке стоит, разумеется, денег. Мы их арендуем, и за каждое вот это место приходится платить. Цена достаточно приличная, то есть в среднем за три года, получается, сервер выходит дешевле, чем само место стойки арендовать. Поэтому в дата-центре, когда инженеры планируют стойки, как будет располагаться новое железо, они, разумеется, учитывают этот факт и стараются их заполнить как можно плотнее. Они, как я говорил, проводят все работы в дата-центре, то есть установку серверов, старые сервера снимают, решают все железные инциденты, то есть сгоревшие диски, и плашки памяти. Замена процессоров, установка сетевых устройств, крассирование, подключение серверов к сети, к питанию, делают все они. И у них, разумеется, колоссальные, самые лучшие, наверное, знания о том, как это железо работает, какие прошивки серверов с багами и без багов, какую память можно ставить, в какой сервер, как сконфигурировать сервер под наши нужды. Собственно, вот так выглядит один сервер, это устройство, наверное, длиной метр и шириной сантиметров 80, не помню точную цифру, и вот стойки, плотно забитые серверами. Чтобы вы понимали, как все это выглядит с точки зрения инженера, приезжает фура, целая фура оборудования, им надо достаточно оперативно разгрузить, установить стойки, как мы планировали, и решить еще одну такую задачу, что делать с горой мусора. Ее тоже нужно куда-то вывести. То есть достаточно много не только физической работы, но и менеджерской организовать все это. Окей, у нас уже есть сервера в дата-центре, дальше, наверное, вступают в дело сетевые администраторы. Наш проект, наверное, не самый крупный, но все-таки полтора терабита данных в секунду. в пике отдает проект. Как вы понимаете, подключение интернета — это нетривиальная штука. Разумеется, мы подключаемся к нескольким провайдерам в каждом дата-центре, чтобы все было высокодоступно, авария у любого из вышестоящих провайдеров не должна приводить ни к какому эффекту для пользователей. Эти же люди занимаются планированием в сети. Тоже сеть должна быть организована высокодоступным способом. Отказ одной сетевой железки не должен приводить ни к какому даунтайму. Ну и ежедневная задача — настройка сети, оптимизация и все вот это. Разумеется, тоже их работа. Покажу вам схему. Это схема не всей нашей сети, это схема ядра нашей сети. То есть это только опорные большие маршрутизаторы в дата-центрах и как они связаны между собой. Если сюда добавить свитчи, в которые подключаются обычные сервера, схема будет примерно в 10 раз больше. Вот один вот такой вот толстый канал, вот эта вот такая как штука, это 320 гигабит агрегация в секунду. То есть достаточно сложная и тоже интересная работа. Сетевики очень часто из-за того, что им приходится иметь дело с вещами такой сложности, разговаривают конфигами. Не шутка абсолютно. Окей, админов и программистов я пока пропущу, про них поговорим позднее. Команда тестирования. Все, что сделано руками, человеческими, часто содержит ошибки. Нужно тестировать все то, что мы запустили в прот. Например, одноклассники, 8 тысяч серверов, полтора терабита трафика, больше 100 микросервисов. Понимаете, руками все это не протестировать. Приходится писать автотесты. Но автотесты тоже несовершенны, нельзя предусмотреть все ситуации, которые могут произойти. Иногда нужна и работа админов, тестировщиков, простите. Поэтому наша команда тестирования написала очень много автотестов, реализовала очень сложную схему тестирования всего портала. И тестируем мы постоянно. Админы, когда проводят какие-то работы, особенно связанные с манипуляциями с данными, где есть риск повредить чего-то, админы после этих работ тестируют. Либо сами, если был нетривиальный кейс, они просят кого-то из команды подключиться, тестировщиков, протестировать. Разумеется, любой запуск, любой фичи на сайте тестируется. Если случился какой-то инцидент с эффектом для пользователя, вы его починили, тоже надо протестировать, убедиться, что на самом деле все починено. Отличное видео от руководителя команды, тестирования, Никита. Если вам интересна эта тема, посмотрите, он рассказывает, почему именно так все устроено. И вот эта вот схема, вглядываться на нее, наверное, сильно не стоит, но это вот схема автотестов, как они устроены у нас. Окей. Команда мониторинга. Люди, которые наблюдают за тем, что сайт работает на самом деле корректно, в случае каких-то проблем, либо чинят сами некоторые вещи, либо привлекают дежурную смену админов, дежурного программиста. Мониторщики работают 24 на 7, всегда есть кто-то, кто следит за работой сайта. Наверное, про инструменты я лучше сразу покажу. Как выглядело раньше? Мы собирали море графиков по показателям различным сайта, и пользователи онлайн, и сколько они производят активности, как активно пользуются разными сервисами, смотрят видео, фотографии, нет ли ошибок нигде, все ли в порядке с серверами. Как понимаете, такая работа, она, во-первых, очень монотонна, нету права на ошибку, и утомляет очень быстро. Человек уже там через пару часов работы может пропускать какие-то события. В результате команда мониторинга написала инструменты, которые сами анализируют все эти графики, строят схему, которая позволяет понять, наверное, раз в 15 быстрее, что происходит. На схеме показано, которая справа, что на серверах Mobile Web, это мобильная версия нашего сайта, появились какие-то ошибки. Ошибки появились в трех дата-центрах, они у нас разбиты на три части, это мобильные вебы. Все ошибки связаны с проблемами на серверах бизнес-логики и GB. На всех этих серверах, соответственно, ошибки связаны с прокси, и эти прокси работают с базой сообщений, то есть база, в которой хранятся пользовательские сообщения. Чтобы понять это по левой части, нужно было потратить, наверное, минут 30, чтобы докопаться до причины. Справа причина, очевидно, практически сразу. Некоторые инциденты, да, они чинят сами, то есть мы дали возможность даже команде мониторинга, которые не админы, у них нет рутового доступа на наши Linux сервера, починить некоторые типы инцидентов, то есть нажать кнопку перезапустить приложение, нажать несколько кнопок, заменить диск какой-то из наших подсистем, не заходя на сервер. тоже будет лекция, не помню вот уже точно какая, Сергей Шарапов ее будет читать, вот эти также две его статьи о том, как эволюционировала у нас система мониторинга, очень интересные, если вам эта тема интересна, прочитайте, приходите на лекцию Сереги, он расскажет об этом детально. поддержка пользователей. Если на сайте что-то поломалось у конкретного пользователя или у нескольких пользователей, то некоторые из этих людей напишут нам на сайт службы техподдержки, что у них что-то не работает. Служба техподдержки позволяет определить некоторые проблемы, которые для нас не очевидны. на сайт ежедневно заходят несколько миллионов пользователей, даже несколько десятков миллионов пользователей. Если сайт не работает полностью или не работает у миллиона пользователей, это заметно. То есть большой процент людей получает какую-то ошибку или проблему. А если сайт не работает где-нибудь в дальнем уголке России, только у нескольких тысяч пользователей, на общих графиках это будет незаметно. Но проблема все-таки есть. Мы хотим, чтобы для всех пользователей оказывался наилучший сервис, ее нужно починить. Если эти пользователи начинают писать в саппорт, даже два или три, команда поддержки пользователей пользуется тоже разными инструментами для определения даже маленького количества проблем. Они приходят к дежурным админам и рассказывают, что что-то у нас сегодня явно не в порядке, потому что небольшое количество жалоб есть. Проверьте, пожалуйста. Также, так как пользователи пишут и им отвечают, есть возможность посмотреть, как проблема выглядит у пользователя. Как понимаете, люди, которые не связаны с IT, проблемы свои описывают совсем не IT-языком. Но можно им ответить, попросить запустить какую-нибудь команду, хотя бы элементарный пинг или посмотреть, что у них DNS отдает. Тоже очень важная фича, чтобы понять, а что же не работает, выглядит все это рабочим. Чтобы вы представляли нагрузку, 15 тысяч запросов в день — это примерно один запрос каждые 4 секунды, на который надо что-то ответить. IT-секи. Безопасность. Много я вам про них не расскажу, это небезопасно, но все же. Выдают и забирают доступы не только людям, которые работают в нашей команде, но и доступы между серверами. То есть не все внутри сети должно быть открыто. Мониторят уязвимости. То есть периодически, разумеется, в разном софте обнаруживаются какие-то уязвимости, они проверяют, затронуты ли мы, надо ли наложить какой-то патч или какой-то применить воркараунд. И проводят обучение. Обучение как пользователей нашего сайта, так и работников внутри компании. Рассказывают вещи, что, например, флешку, которую вы нашли около офиса компании, лучше не совать в рабочий комп. Скорее всего, там будет какой-то вирус. Чудес не бывает. Ну, или что письмо, даже если оно очень похоже на письмо от начальника, но содержит странные линки, не нужно кликать на них. Могут быть сюрпризы. Окей. Системные администраторы. Напомню, наша цель – стабильная работа сайта, и все остальные команды в целом эту цель поддерживают. Без программистов ничего не получится точно, но и без остальных команд вряд ли получится делать сайт настолько стабильным, насколько бы мы могли сделать все вместе. Последнее время, ну, как последнее, наверное, последние лет 10, профессия системного администратора некоторые изменения претерпевает, некоторые роли выделяются. Например, Google выделил как отдельную команду, команду SRE, инженеров надежности сайта. Люди, которые как раз занимаются высокой доступностью на постоянной основе, они выполняют другие задачи при этом. Также отдельная роль обычно есть DevOps, людей, которые занимаются continuous integration, continuous delivery, то есть быстрым выпуском софта и быстрыми релизами, чтобы этот софт оперативно попадал на сервера. Ну, в целом, у нас системные админы занимаются всем, наверное, DevOps в меньшей степени, а надежности мы думаем всегда. Я думаю, что я рассказал обо всех людях, которые это делают. Давайте же поговорим про подходы, и в процессе подходов также будем говорить про инструменты. Сколько у нас времени? Не сильно я гоню? Я нормально. Кому известно слово этил? Хорошо. Этил — это часть такой штуки, IT-infrastructure library, это на самом деле библиотека. То есть это книги, которые примерно в 1980 году правительство Англии решило, что стоит выпустить набор книг, которые будут описывать лучшие подходы в эксплуатации IT-систем. И они рассматривают эксплуатацию IT-систем как управление разными сервисами. Я буду рассказывать не про все про них, вот этот вот списочек, он не полный, всего там есть 10 различается направлений. Здесь точно нет финансового менеджмента и управления безопасностью здесь нет. Также я себе позволил объединить изменения и релизы, очень похожий функционал, одно изменение или релиз новой версии софта, и инциденты и проблемы. То есть проблемы вызывают инциденты, инцидент — часть проблемы. Окей, давайте рассмотрим каждую часть. Управление конфигурациями. Что такое конфигурация? Это набор каких-то параметров, либо набор каких-то показателей системы, характеристик системы. То есть конфигурация может быть, например, конфиг какого-то веб-сервера. конфигурации может быть конфигурации железная какого-то обычного сервера то есть сколько там есть памяти какие процессоры установлены как он подключен по сети к чему собственно как 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 мы это делаем основная идея того чтобы управлять конфигурациями вот конфиг который вы применяете вы должны быть в нем уверены что этот правильный конфиг ним нет ошибок и что он применяется именно на те сервера на те приложения на которые вы ожидали то есть те места куда вы хотите его применить cmdb configuration менеджмент database такая строчка наверное начну с истории как выглядели одноклассники 10 лет обратно это был уже не совсем маленький стартап там было порядка сотни серверов мы располагались в то время только в одном дата-центре у нас был один инженер который ставил нам сервера и ремонтировал их и было пара админов немножко мы росли но в тот момент конфигурацию именно вот железных серверов как админы сохраняют мы хранили в обычном excel и это был один файлик мы туда записывали какие у нас есть сервера в каких стойках они стоят какие у них айфи адреса и какой у них железный конфиг как понимаете было не очень удобно например приезжало 10 серверов для нас тогда это было очень большим количеством инженер который работал в дата-центре открывал этот конфиг планировал в нем что-то и шел на целый день дата-центр планировать и устанавливать сервера если в процессе у него что-то не получалось ему нужно было идти обратно брать этот файлик поправлять обычно у него не было возможности в те дни подключиться к интернету прямо из дата-центра в то же время админы продолжали работать и делали тоже свои изменения часто бывало так что когда вечером мы пытались все сохранить эти файлики в общую вики выходило так что инженер на планировал одни айпишки админы на планировали другие и они между собой пересекаются на разных серверах то есть все что сделано сзади надо переделать такого долго продолжаться не мало не могло и мы решили что нам нужно сделать какую-то базу данных где мы будем хранить общий конфиг когда мы делали эту базу данных на начальном моменте проектирования мы решили что если уж мы что-то делаем давайте вложим в это много усилий сделаем это качественно ведь это будет по сути дела потом ядро нашего сайта я потом вам буду рассказывать вы понимаете почему решили так очень сильно заморочиться этой базой мы решили что мы там будем хранить весь конфиг наших серверов и какое там есть железо и какие там есть айпи адреса и где они стоят также решили что будем там хранить конфиг всего сетевого железа где она стоит как она подключена провайдером как она связана с серверами также мы решили что связка с нашей бак трекинговой системой jira где мы записываем все наши работы тоже будет полезным то есть есть случился какой-то инцидент сервере надо поменять память при замене памяти инженер также указывает что с этим сервером он работал по этому инциденту в результате можно посмотреть через полгода по этому серверу когда что менялась какие работы с ним производились также в дальнейшем решили что неплохо вот делать эту связку и для бухгалтерии то есть если мы поменяли память ее может бухгалтерия списать автоматически им не надо потом много времени проводить выясняя куда что делось у нас со склада также мы решили что будет удобно объединять сервера логически в группы то есть не просто хранить там имя сервера а делать связку имя сервера и каким какой сервис на сайте он обслуживает то есть все вы объединить в одну группу тогда админ сможет сделать один запрос к этой базе сказать дайте мне всего в сервера в ответ получит список то есть список примерно выглядит так конфиг который нужен админу есть в одном месте он видит что веб-сервера их стало очень много одной группы какие у них есть айпишки какое у них состояние в каком дата-центре в каком зале они стоят железные модели этого сервера и какая операционка на них бегает то есть используя потом стандартные линуксовские греб из греб авк вещи можно сделать очень много взять например все веб-сервера которые были поставлены в какой-то зал или взять все сервера которые имеют какой-то определенный конфиг по железу база росла наполнялась функционалом выяснилось что это очень удобно делать делать многие вещи через нее подключили к ней бухгалтерию планирование инженеры тоже стали делать через эту базу и мониторинг тоже связан с этой базой то есть если вам нужно от мониторить все веб-сервера раньше как приходилось каждый из них заводить мониторинг теперь достаточно указать что все веб-сервера нужно мониторить с помощью этого скрипта нажать одну кнопку и мониторинг у вас готов также в результате решили что очень удобно деплоить через эту систему связали ее системой деплоя теперь разворачивание операционной системы на десятках серверов не выглядит как инженер бегая с флешкой или диском и пытается настроить их все а выглядит как что инженер заходит в интерфейс говорит по какому заданию он работает что все сервера он хочет веб-сервера на центр перевести говорит в каком дата-центре он хочет сейчас поработать чтобы все одновременно вы бы не уронить я тут взял для примера только один сервер в строчке сервер лист но там можно указать список несколько десятков серверов какая операционка и разные детали партиционирования дисков нажать кнопку cndb сама спланирует айпи она знает какие у нас есть сети потому что все сетевое оборудование тоже в ней и в результате инженер по нажатию кнопки деплое может продолжать заниматься своими делами через некоторое время у него будут полностью готовые сервера самое наверное большое самое важное изменение которое мы вообще сделали в плане инфраструктурных задач окей cf engine портал менеджмент не осталось рассказать cf engine собственно когда у нас сервера деплоины нам уже нужно на них налить реальный конфиг то есть конфиг которые будут использовать приложение при старте то есть запуск какой-то веб-сервера сервер приложения все-таки требует начальный конфликт конфиг как минимум нужен конфиг файл чтобы он стартанул с каким-то конфигом и нужен скрипт запуска который запустит это система конфигурации как видите связано у нас тоже с мдб первая строчка cндб групп она идет с мдб и берет группу другие колл хистери это холодная история нашего мониторинга со одной системы мониторинга и система позволяет разложить или взять из гид-репозитория файлы и разложить их с разным функционалом то есть некоторые файлы можно просто скопировать некоторые можно отредактировать по какому-то реги экспо выставить права также есть дополнительный функционал встроенные там какие-то есть дополнительные бандлы например автоматическая настройка mysql вы указываете что это сервер mysql автоматически поставится нужный пакет mysql создаться какая-то сложная база сделаются пользователи для мониторинга и запустится само приложение cf-engine он немножечко старые страшные но в целом это аналог современных шефа папе то ансиблия или солта то есть систем конфигурации сейчас на рынке много мы выбрали именно вот такую некоторое время назад окей недостатки у этой системы она достаточно сложная и она использует гид то есть если вы хотите внести какое-то изменение в конфиг то вам сначала нужно его запушить гид эта система придет в гид и в течение пяти минут нальет ее на сервер то есть вы потратите минут пять-десять на внесение одного изменения иногда хочется изменения делать гораздо быстрее например программисты хотят запускать так называемые эксперименты они работают таким образом когда они новый релиз выкатывают на все наши сервера все новые фишки которые они придумали они отключены то есть чтобы станция сам процесс релиза не поломал ничего на нашем сайте потом когда релиз закончен процесс обновления сайта завершён уже можно запускать эксперименты если они будут работать каждый раз через гид это будет очень небыстрый человек когда это что-то делает хочет видеть результат сразу не ждать 10 минут это админы согласны подождать долгое время чтобы ничего не поломать собственно мы тогда реализовали веб-интерфейсик с базой куда ходят все наши java-сервера java-серверах запущена одна библиотечка в коде которая умеет из базы с келевской вытаскивать настройки для определенного сервера или группу серверов здесь можно быстро поменять все что вы хотите все настройки вот например админы часто меняют это конфиг нашего балансировщика и у балансировщика есть список веб-серверов на которые он балансирует пользователей этот список иногда нужно быстро менять сервер например нужно заменить не хочется лазить конфиг в гид выводим сервера здесь программисты могут точно также включать и выключать свои фичи на большом количестве серверов через эту систему делается наверное наибольшее количество изменений все-таки в интерфейс достаточно удобно быстро за день бывает несколько тысяч изменений проводится в ней у нас несколько сотен наверное больше одной сотни программистов несколько пара десятков админов очень много людей одновременно работают в ней окей система конфигурации как вы изменения свои физически доставляем на сервера я вам наверное рассказал другая другой процесс про который рассказывает нам и тел управление изменениями релизами когда мы доставляем вот все эти изменения на сервера очень хочется чтобы они ничего не ломали чтобы мы туда доставляли только тот конфиг который мы реально хотим доставить несколько этапов которые нужно пройти при этом расскажу про каждый из них планирование ну предположим вы реализовали какую-то новую фичу на сайте захотели запустить какой-то новый микросервис который будет для пользователей делать что-то полезное например показывать им видео как правило запуск такого сервиса лучше спланировать заранее чтобы не было никаких сюрпризов пункт номер один запишите свой план на самом деле очень хорошо помогает если вы свой план не только в голове продумаете а запишите на бумагу или в нашем случае мы в тикетную систему пишем джиру в этом плане все этапы вот именно как вы будете делать какие изменения наши портал менеджмент системе делать могут быть это админов потребуется изменения в конфиге серверов заодно продумайте кого нужно привлечь в плане мы всегда просим сделать план отката придумайте как вы будете все чинить когда ваш запуск пойдет не так как вы планировали и все поломается буквально напишите какие команды надо будет выполнять и при этом учтите пожалуйста что ваша система мод поломаться не только в то время когда вы находитесь на работе и работаете то есть вам может команда мониторинга позвонить или написать мессенджере система мод поломаться в тот момент когда вы сели в метро и едете домой улетели в командировку ушли в отпуск в общем-то недоступны ни по какому средству связи и чинить будет совершенно другие люди так что нужно писать и вот именно планы отката для людей которые не в курсе как работает ваша система пишите их детальными люди вам скажут спасибо инцидент будет починен есть какая-то авария будет есть четкий план отката чиниться как правило в два-три раза быстрее и подумайте как вы проверите что все что вы сделали это было сделано на самом деле правильным образом ну правильно будет взять кого-то из команды тестирования попросить его проверить за вами весь функционал который вы реализовали ok попланировали записали свой план дальше нужно согласовать работу с остальными своими коллегами как правило высоконагруженной системе одновременно работает несколько сотен человек которые вносят свои изменения будет очень нехорошо если вы одновременно решите внести два изменения во первых это может привести к аварии во вторых вы будете не знали не будете знать как интерпретировать результаты вы одновременно запустили две фичи как понять какая из них понравилось пользователю на самом деле иногда это бывает нетривиальной задачей правильно ли сейчас момент для релиза или запуска фичи иногда аварии все-таки случаются мы практикуем согласование и оповещение о всех работах в одном общем чатике у нас есть мессенджер куда добавлены все люди которые имеют какие-либо права на продакшене то есть запускать исключать фич и в этот чатик все пишут буквально по задаче такой-то буду делать то-то иногда туда пишет команда мониторинга всем стоп не вносите изменений у нас большая авария не нужно делать это еще хуже в этот чатик нужно посмотреть определиться что сейчас нет никаких проблем никто кроме вас не собирается работать с вашей системой окей в этот чат потом нужно написать коллег и партнеров известность поставить например если вы запускаете сервис видео контент видео обычно очень тяжелый это значит что будет очень сильно нагружена сеть и об этом стоило бы рассказать сетевикам что сейчас пойдет очень большой трафик иногда и партнером нужно рассказать тем же самым вышестоящим провайдером что готовы ли вы дополнительно переварить еще несколько десятков или сотен гигабит трафика и рассказывайте людям понятными словами не говорите сейчас буду крутить гайку на 13 налево рассказывайте какой же эффект они увидят от ваших изменений команде мониторинга гораздо проще потом расследовать всякие проблемы если они понимают что написано в чате окей на планировали согласовали рассказали выполнение система большая изменения вам нужно применить на нескольких десятках а то и сотнях серверов не надо быстро применять их на всех серверах очень велик шанс что вы что-то поломаете мы используем плавный запуск то есть сначала какая-то фича включается на одном сервере или очень небольшой части пользователей если она удачно заработала на одном сервере мы тогда решаем что мы можем его запустить на большей части серверов так как мы используем три копии данных три набора инструктуры как минимум то обычно следующий этап или несколько серверов или как максимум треть всех серверов больше трети лучше не делать сразу потому что если что-то поломается то треть рухнуть на большом количестве серверов уже проявляются эффекты то есть какая нагрузка будет от вашей фичи как правило на одном сервере вы просто можете проверить функционал и наличие ошибок на нескольких уже понятно какая какую дополнительную нагрузку внесла ваша фича после этого можно включать уже на все сервера час пик как у всех социальных сервисов мы зависим от активности людей классический график нагрузки какие-то вызовы какой-то системы люди ночью спят днем они или учатся или работают а вечером отдыхают пользуются социальными сетями поэтому вечером гораздо больше нагрузка запуск в 10 утра и запуск в 9 вечера будут два раза отличаться по нагрузке если вы какую-то новую фишку запустили подумайте о том что будет вечером в час пик выдержит ли вся инфраструктура то что вы запустили и возможность вернуться обратно тоже нужно думать о часе пик можно ли вернуться обратно и как вы это сделаете например если вы начали писать какие-то новые записи в базу не поменяет ли это что-то при откате возможно ли будет откатиться если например конфиг базы поменим проверка важный момент то что вы делаете надо перепроверить даже если все это выглядит окей на экране разумеется надо смотреть влог приложения которые вы запускаете ли в которые внесли изменения разумеется нужно делать тесты лучшим конечно сначала и автоматически но и в ручном режиме тоже проверить посмотрите в мониторинг но обычно команда мониторинга реагирует первыми они приходят и начинают рассказывать если что-то поломалось графики вот это то что я показывал предыдущем слайде мы называем графики собирайте как можно больше статистики с вашей системы и представляете ее в графическом виде логи читать конечно увлекательно но графики дают гораздо больше информации гораздо проще и эффективнее обращение службу поддержки на тяжелые запуски мы прямо практикуем какой-то чат запуска добавляем туда какого-то специалиста из службы поддержки которые будут специально для нас мониторить что же пишут про нашу систему в результате когда вы все проверили запишите результат вашего действия очень пригодится когда через полгода вы будете запускать следующую фишку и вспоминать я вот там сделал что-то похожее а насколько там увеличилась нагрузка какие при этом проблемы были сэкономит вам море времени времени и нервов чтобы я хотел чтобы вы в основном вынесли вот именно управление изменениями и релизами управление изменениями релизами это наверное основа основ все что вы делаете в результате должно пойти впрод и примениться там две вещи не надо торопиться лучше поработать медленно правильно про плавно разворачиваю изменения чем бахнуть везде и потом долго чинить и коммуникация важна рассказывайте коллегам о том что вы делаете смотрите что делают коллеги управление мощностями как оптимально планировать то железо которое вы используете опять под пункты которые рассмотрим как мониторить нагрузку как анализировать тюнинг как планировать закупки мониторинг нагрузки на сервера мы используем в целом две системы которые мониторит как те которые рисуют вот такие вот графики о том как ведутся разные разные сервера и разные процессы на сервере то есть это нагрузка на cpu также мы мониторим и нагрузку на память на сеть и также мы мониторим саму джаву то есть сколько памяти потребляет java насколько часто там идут garbage collection и насколько заполнены разные части памяти это скорее такой не оперативный мониторинг средства где можно посмотреть как нагружены сервера и как ваши изменения отразились на этих серверах также мы используем активно за бикс это вот уже мониторинг событийный он по тому как какие-то изменения происходят вашей системе может создавать разные срабатывание триггеров происходят алерты и можете связать его с джирой с той же самой cmdb делать какие-то зависимости посылать письма команде мониторинга рассказывать админом следить за историей инцидентов тоже те же самые графики до мониторинг нагрузки еще можно проводить по нашим графикам понимать насколько все это изменяется нагрузка на серверах со временем где-то растет где-то падает приходит больше пользователей запускаются новые фичи которые требуют и cpu иногда дискового места как-то надо понимать насколько вам хватит вашей инфраструктуры мы собираем данные из какте обрабатываем наши системы и бизнес аналитики она строит нам прогнозы у нас есть большой ходу пуске кластер несколько сотен машин и мы раз в неделю анализируем насколько занято в нем место строим график иногда бывает что вот место заполнения места растет иногда бывает падает то есть обсчитали какой-то объем данных бизнес решил что он больше не нужен можно его удалить в целом эта система умеет строить какие-то прогнозы вот это вот желтая линия которая позволяет предсказать через сколько недель или месяцев скорее всего место на дисках кончится то есть закупку эта система позволяет спланировать заранее иногда иногда всегда перед тем как делать закупку стоит посмотреть на вашу систему и подумать нельзя ли чего-нибудь оптимизировать вот один из самых ярких примеров оптимизации эта нагрузка на одном из наших фронтов видно что в процессе работы это еще не час пик на достигала порядка 30 процентов значит в час пик она могла достигать каких-то 60 процентов при отказе другого дата-центра одного из трех нагрузка была бы еще в полтора раза выше то есть была бы нагрузка в пиковый момент 90 процентов цифру это уже критическая цифра любая дополнительная нагрузка может положить еще сервера в результате сложится весь сервис разумным было бы нарастить количество серверов но пошли другим путем так как это фронт на нем используется не только х ттп но их это тпс соответственно х ттпс использует сертификаты стандартные раз а сейчас очень модная тема лептическая эллиптическая криптография просто решили заменить сертификат на такой же сертификат но использующий шифрование на эллиптических кривых чем его преимущество при одинаковой стойкости то есть вероятность взлома будет его одинаково это какие-то сотни и тысячи лет процессорного времени он гораздо меньше по размерам то есть длина ключа при этом практически в 10 раз меньше меньше длина ключа приводит к тому что процессору надо потратить гораздо меньше времени на обработку самой тяжелой части это тпс это ханшейка с клиентом в результате после применения этой оптимизации видите нагрузка снизилась в три раза и получается так что надо даже не только не надо покупать какие-то сервера мы можем даже часть серверов снять и за использовать где-то в другом месте то есть тюнинг очень важная штука каждый раз перед тем как потратить какие-то деньги подумайте мод вы делаете что-то не оптимально можно делать лучше окей самый интересный процесс закупки тратить денежки бизнеса бизнес всегда не хочет давать деньги денег много не хочет давать много денег хочет обойтись минимальным набором разумеется не стоит покупать сразу какую-то кучу железа 10 лет назад появились первые диски размером 1 терабайт сейчас мы используем в продакшене вполне себе уже диски размером 10 терабайт если мы пытались купить самом начале сайта подстраховаться на 10 лет большое какое-нибудь хранилище это явно было бы невыгодным вложением денег но также стоит помнить о том что например диски заполняются если вы их не купили сейчас потом когда это будет уже критично заполнение будут подходить к 100 процентам вы не сможете сразу купить например там 50 дисковых полок или 50 серверов с дисками в них поставка железа может занимать ну вплоть до нескольких месяцев какую-нибудь тяжелую сетевую железку от циска которая стоит несколько сотен тысяч долларов вам будут вести скорее всего очень долго вплоть до полугода поэтому закупки нужно планировать сильно заранее и сильно вовремя интересный вопрос также для каждой задачи оптимальное железо или одинаковые для всех задач понятно что два подхода есть и разные бизнесы решают эти задачи по-разному в чем преимущество одинакового железо для всех задач ну во первых она реально будет одинаково его на порядок проще обслуживать то есть весь мониторинг будет стандартный вам не нужно помнить что в этом сервере у меня максимум влазит 4 диска я буду мониторить 4 диска а в этом влазит 36 я буду мониторить 36 оно легко скалируется то есть вы можете купить этого железа даже побольше вы знаете что вы всегда будете использовать однотипные сервера и в случае каких-то проблем очень быстро забросать их железом кончается цепу а давайте поставим два раза больше серверов случае если у вас железо подобрана под задачу может так не получится вам скажут у нас на складе нет такого количества давайте покупать или использовать неоптимальное железо другая сторона вопроса одинакового железа для всех задач если вы например решили что будете использовать самые дешевые сервера логичный шаг потому что вы сможете их купить больше это будет какой-нибудь одноюнитовый сервер в который можно ставить 4 диска пока вы их будете ставить для каких-то веб серверов серверов бизнес логики которым не нужны данные это в целом хорошее решение да так и надо делать но когда речь заходит уже о хранении большого объема данных разумеется решение не оптимальное есть сервера которые позволяют поместить в этот самый же объем один у гораздо больше дисков и они выгоднее помните что я говорил в самом начале что каждое посадочное место в дата-центре в стойке стоит денег в результате за несколько лет вы переплатите скорее всего несколько раз если будете использовать один у сервера мы пошли по пути что нам нужно подбирать оптимальное железо она как результат могу сказать что при сравнимых нагрузках с тем же самыми нашими коллегами вконтакте у нас несколько раз меньше железа с оптимальным железом тоже конечно есть свои нюансы плюсы и минусы как я говорил если у вас все системы хранения это большие сервера в которые можно поставить больше дисков они стоят дороже и реже попадаются на рынке то есть вам тоже нужно будет сильно заранее продумать когда и как вы будете покупать чтобы они приехали вовремя вы их успели настроить и вы успели смигрировать часть данных на них про закупки наверно все управление доступностью кей то о чем разговаривал с вами саша христофоров о чем будут говорить все остальные наверное люди как сделать так чтобы сайт работал при отказе части инфраструктуры вот здесь вот как раз очень важен симбиоз админов программистов чтобы все работали вместе как одна команда и придумали архитектуру и решения которые позволят работать логика должна быть такая что стоит закладываться на самый худший случай если может произойти какая-то авария она обязательно случится подумайте не только о том как это все будет работать то есть расположить сервера в нескольких dc сделать базы которые позволяют реплицировать данные между дата центрами мультимастерные ну и подумайте о том как вы будете после этих всех аварий подниматься и чиниться расскажу такую историю из практики была у нас база в которой мы хранили какие-то данные в основном это были большие данные например фотографии пользователей видео пользователя музыка также мы хранили события в ленте то есть вот если вы зайдете на сайт на какую-нибудь социальную сеть обязательно будет лента в этой ленте разные события данные об этих событиях тоже надо хранить это было достаточно давно назад долгое время назад мы использовали схему master slave то есть был один сервер мастер на который приходила вся запись и был еще второй сервер slave с которого происходили чтением база в целом достаточно производительная позволяет обслуживать десятки тысяч запросов в секунду но какая с ней была проблема если например происходила какая-то авария повреждение базы остановился slave мастер продолжал работать для пользователя эффекта не было никакого совершенно то есть для них продолжал весь функционал работать но нам нужна была копия данных потому что сейчас любая вот авария которая бы случилась любой отказ привел бы к проблемам как можно поднять slave с поврежденной базы можно было восстановиться из бэкапа и накатить все логи потом взять логи с мастера которые за время восстановления из бэкапа появились и накатить их сверху поднять slave все должно работать но из-за того что изменения поступали в мастер очень быстро все время была такая ситуация что как бы мы не пытались запустить slave не останавливая мастер он не успевал догнаться то есть всегда было отставание логи копировались и накатывались медленнее чем они появлялись на мастере ты запускаешь slave и отставание только растет и растет в определенный момент логика базы говорит отставание слова слишком большое он не валиден и останавливала slave единственный способ запуститься остановить мастер скопировать в оффлайне базу и логи как понимаете база не маленькая это занимало десятки минут на часы только потом можно было запускаться то есть архитектуру то в принципе была выбрана высокодоступная мне было продумано как она будет восстанавливаться после сбоев закладываетесь на худшие сценарии думайте как вы будете восстанавливаться в часы пик как раз когда ваш сайт наиболее интересен пользователям как вы будете чинить все после аварии проверяйте как бы копы восстанавливаются очень важная штука не только чтобы копы происходят на это чтобы кап реально развернуть за какое-то вменяемое время окей тестирование при недоступности когда мы запускаем какую-то сервису админов есть небольшой чек-лист о том что есть там мониторинг написали документация в курсе ли все остальные админы правильный конфиг положенный конфиг с нашу систему управления конфигурацией и один из пунктов этого чек-листа говорит о том что нужно вот как раз эти сценарии проверять в час пик лучше заранее сначала в числе меньше нагрузки новый сервис возьмите и остановите этот сервис в одном дата-центре симулируйте аварию по питанию что один дата-центр все-таки потерял питание все сервера перезагрузились проверьте как это все будет работать во первых без одного дата-центра во вторых как как все это восстановится также всплывают интересные вещи например в документации не рассказано как восстанавливаться после аварии то есть как сервис с нуля запустить есть а вот что делать после аварии копировать базу не копировать просто таком поднимется или нужно какие-то еще скрипты запустить может оказаться что этого нету также проверить вот как случай с нашей базой как он восстанавливается если один из дата-центров полежал несколько часов данные сильно отстали успеют ли они догнаться вообще физически также будут моменты как насколько хорошо работает мониторинг то есть до мониторингом обложиться со всех сторон очень хорошо вы знаете о всех ваших изменениях с другой стороны ситуации когда упал один сервис один сервер а вам пришло 20 писем вы не знаете на что смотреть первую очередь тоже не очень хорошо и нужно настраивать все таки мониторинг доступности если вы делаете высокодоступный сервис его нужно проверять по отдельности в каждом dc вот поясню например сайт может работать без одного дата-центра и при этом для системы мониторинга которая его проверяет он выглядит рабочим например экскаваторщик порвал все оптические кабеля подходящих дата-центру dc остался без сети для пользователей он выглядит как полностью недоступны они все перешли в другой другие дата-центры а для системы мониторинга которая находится внутри этого дата-центра никакой проблемы с сетью нету ей не нужен интернет она может рассказывать о том что все вполне себе доступно то есть стоит проверять ваши сервисы которые запущены в одном dc из другого дц чтобы была более ясная картины вы больше понимали как все это работает окей самая наверное интересная штука для меня как для админа управление инцидентами и проблемами пока все плюс-минус работает все работает спокойном режиме работа не так интересного зато когда происходит какая-то авария сразу выясняются все проблемы которые у вас есть не только в инфраструктуре в софте но и в логике вашей работы управление вашими сервисами ваших правилах и процедурах пройдемся давайте по этому управлению как мы обнаруживаем инциденты в идеальном случае инцидент должна обнаружить система мониторинга и большая часть вещей должна произойти автоматически то есть система мониторинга обнаружила проблему она поняла где же эта проблема есть нашем случае она будет также ходить в джиру создавать автоматический инцидент наполнит может наполнить его какой-то информации например вылетел диск в сервере создаст авто инцидент в котором будет написано что вылетел диск сервис сервере таком-то из cmdb подгрузится информация айпи этого сервера какой тип сервера можно понять уже критичные ли это или нет то есть если сдох один диск в одном веб-сервере ну да и хрен с ним у нас там несколько сотен этих веб-серверов без одного проживем а если это вылетел диск на котором хранятся ценные данные пользователи например база логинов паролей то стоит бросить все и начать его чинить и будет назначен кто-то из дежурной смены система сходит вики у нас вики есть календарь в котором отмечено кто в каждый день каждый из дней дежурит я уйдет письмо какому-то админу или инженеру в котором будет ссылка на джиру инцидент уже прилично оформленный то есть можно сразу глядя на него сказать что поломалось и что нужно для починки рассказывал служба поддержки пользователей тоже часто реагирует достаточно оперативно рассказывает о неочевидных проблемах но и очевидных тоже служба поддержки иногда нужно рассказывать не то что иногда часто им о больших авариях если вы знаете что у вас есть проблемы с сервисом расскажите об этом службе поддержки и дайте им какой-то шаблонный ответ для пользователей что да мы приносим извинения не работает сейчас система сообщений мы ожидаем что мы ее починим через 45 минут для пользователя это звучит гораздо лучше чем никакой ответ или ответ формальный да мы знаем о проблеме занимаемся он получил информацию что его услышали о том что какие-то ожидаемые сроки у починки этой проблемы есть поиск зависимости между инцидентами в обнаружении инцидентов тоже полезная штука если сломался диск на сервере например с базы данных база данных потерялась свои необходимые файлы скорее всего приложение остановится и создастся несколько инцидентов о поломке дисков о том что база ни одна недоступны и создаст еще один инцидент о том что в кластере таком то есть какая-то проблема было бы неплохо если бы ваша система мониторинга определяла эти зависимости не прислала вам три письма прислала одно что базе например поломался диск все остановилось в этой базе когда произошел инцидент вы начинаете его расследовать особенно если это инцидент какой-то нетипичный большая авария имеет смысл сразу же наполнять этот инцидент информацией помимо вас кто чинит эту аварию админ и программист этот инцидент скорее всего будет читать какой-то менеджмент и члены вашей команды им не надо будет задавать вам вопросы расскажи что вообще происходит когда вы собираетесь делать что-то когда сервис починится они смогут быть посмотреть в этот инцидент и система мониторинга со временем будет сильно аппроксимировать значения графики станут не такими гладкими переписку можно потерять или не найти потом через неделю когда вы будете уточнять детали вы уже не вспомните с кем вы общались точно все что вы всю информацию которой вы собираетесь лучше заносить сразу в инцидент или хотя бы писать в общий чат при аварии мы практикуем организацию общего чата то есть туда заходит дежурная команда вся дежурный мониторщик дежурный админ дежурный программист если нужно они берут дежурного тестировщика кого-то из службы поддержки если нужно больше людей подключаются больше админов больше программистов этот чатик тоже лучше целиком сохранить очень хороший журнал действий понятно кто что и когда делал заранее подготовьте инструменты для расследования ваших штатных инцидентов вот например если с джавой что-то пошло не так обычно программисты просят с помощью инструментов джеймэп или джейстек снять либо состояние памяти в джаве либо состояние 3 дам к этим инструментом есть разные опции и было бы неплохо если у вас был написан либо небольшой скриптик на каждом сервере при запуске которого все это снималось автоматически с правильными опциями либо как минимум какая-то инструкция была для дежурного мониторщика видишь проблему нажми на кнопку сними состояние будем расследовать очень помогает при плавающих проблемах она то есть то нету и на продакшене в тысячи серверов ты никогда не найдешь сервер на котором в этот момент проблема есть она может продолжаться 10 минут команда мониторинга работает круглосуточно и она их поймает эти проблемы также можно заранее подготовить инструмент например в кронтаб занести чего-то чтобы какой-то скрипт выполнялся на постоянной основе на сервере если он видит проблемы чтобы он сам собрал эту информацию также при каких-то атаках например додосах очень полезно собрать информацию о трафике которая к вам пришла с помощью tcp-дампу tcp-дампу несколько десятков опций тоже заранее придумайте какие опции нужны расскажите всем как пользоваться вашими инструментами для сбора информации при аварии также нужно думать что ваши эти инструменты не поломали сервер были кейсы человек настраивал сохранение tcp-дампа на постоянную основу забыл о том что диск может кончиться диск переполнился сервер упал смысла сборе информации не было никакого а расследование и починка то есть вот именно самая мякотка что делается посмотрите внимательно мониторинг о чем он вам говорит например если у вас есть несколько дата-центров посмотрите на самом деле проблема во всех дата-центрах с вашим сервисом вот оказаться что проблема только в одном а как себя чувствует соседние сервисы проблема может быть вовсе не вашем сервисе а в том что сделал ваш коллега просто вот такой эффект странный что проблему его больше аффектит ваш сервис посмотрите в чатик журнал действий на продакшене куда пишет вся ваша команда что же произошло именно в это время может быть кто-то что-то запускал может быть у админов есть какая-то авария вот вам вообще не надо ничего расследовать и проблему уже известны и и занимаются придумайте как не сделать при починке хуже ну например начали вы выкладывать ваш сервис видео видеораздатчики которые объединены с кэшами то есть когда пользователь смотрит видео мы например не за каждое видео ходим в базу это было бы слишком тяжело для самой базы у нас на раздатчиках видео установлен большой объем памяти несколько ssd самые горячие видео которые пользователи сегодня смотрят постоянно мы храним прямо на этих вот раздатчиках позволяет снизить запросы в базу наверно в 10 раз даже мы не можем больше в некоторых случаях соответственно начали выкладывать по хостингам сначала выложили один хостинг запустили эти раздатчики и выяснили что у вас есть бага в коде при реализации новой фичи вы повредили весь этот кэш и он стал невалиден рефлекторное действие остановить все и выкатить старую версию которая явно рабочие запуститься это будет большой ошибкой если вы запустите ваши видеораздатчики с пустым кэшем они начнут ходить в базу количество запросов базу вылезть вырастет десятки раз и вся ваша база сложится в результате сервис видео будут лежать уже для всех пользователей в то же время как без одного дата центра вполне себе можно спокойно жить как чиниться ну разные варианты можно вывести эти вот раздатчики вообще из работы мы называем вывести из ротации то есть сделать их невидимыми пользователями работать на только на двух дата центрах почистить весь попорченный кэш запустить их они поднимутся и будут все еще недоступны пользователям потом плавно плавно постепенно нет сначала некоторой части пользователей сделать их доступны например там одной сотой эти пользователи придут и перевыкачивают из базы все популярные видео и нагрузка при этом на базу будет повышен уже не в 10 раз на какие-нибудь там может быть несколько процентов это будет до долгий достаточно процесс но при этом вы обойдетесь без всякого даунтайма сервис будет продолжать работать иногда стоит спросить у бизнеса а что он думает о вашем плане особенно если починка планирует быть очень долго иногда она может занимать часы иногда и дни бизнеса может быть совершенно другое мнение не такое как у вас все-таки бизнес люди они больше заточены на зарабатывание денег они на высокую доступность и может оказаться так что бизнесу на самом деле особо то и не важно чтобы минимизировать эффект для пользователя не хотят продолжать зарабатывать деньги например один из сценариев платежная база где хранятся все транзакции денег может быть повреждена змеется вы захотите восстановить ее полностью все-таки бэкапа вы делаете ниже секундно а делайте бэкапа например лога раз 15 минут если в неудачное время будет повреждена эта база вы восстановите из бэкапа вы потеряете 15 минут денежных транзакций то есть эффект достаточно значительный потерю данных не надо допускать нужно восстанавливаться восстанавливать эту базу вы развернете все инструменты позовете дбашников которые хорошо разбираются в этой базе и попробуйте вытащить всю информацию какая только можно скорее всего проблема там какой-нибудь поврежденном секторе на жестком диске в результате вы потеряете там одну транзакцию не 15 минут денежных транзакций а у бизнеса может быть свое мнение нам они могут сказать поднимайте базу хоть хоть пустую пусть пользователи не видят историю своих транзакций или не видят какие деньги они зачисляли или пусть там будет потеря данных 15 минут пусть даже час мы посадим троих человек которые будут отвечать на звонки пользователей руками им начислять деньги потом разберемся со всем этим но пусть бизнес работает мы сейчас будем продолжать зарабатывать деньги то есть вот такие вот вещи тоже стоит учитывать бизнес все-таки хочет продолжать зарабатывать деньги ему может оказаться дешевле нанять на некоторое время пятерых десятерых человек чем потерять два-три часа которые принес приносите ему деньги запуск высоконагруженного сервиса после инцидента в целом я уже наверное рассказал об этом подумайте о том как вы будете запускаться не пустые ли у вас кэш и что будет с вашей базой на самом ли деле вы готовы выдержать шквал пользователей которые хотят сейчас покликать посмотреть ленту например или если запускать сразу все фронты пользователи давно не было они все сделают снова полный сссс л хендшейк полный сссс л хендш 헤к это самая тяжелая часть вообще в установке соединения она может быть наверное 1 в 40 50 тяжелее все остальной работы. Шквал пользователей может просто положить вам опять ваш свежепочиненный сервис. Придется придумать какой-то сценарий, какую-то схему запуска. Точно так же этот сервис сначала показывает только части пользователя, от остальных закрыться или фаерволом, или фичами сайта. Окей, разбор полетов. Каждый инцидент с эффектом, который был с даунтаймом для пользователей, должен быть разобран. Нужно пройти все предыдущие пункты. Как произошло обнаружение инцидента? Корректно ли у нас работает мониторинг? Тут в две стороны надо смотреть. Иногда мониторинга мало и непонятно вообще, а что происходило? Что же такое случилось? Иногда мониторинга много. Команда мониторинга получила там 300 писем одновременно, и они минут 15 просто разбирались вообще, что случилось такое. Правильно ли мы собирали информацию? То есть есть ли вся информация необходимая для починки инцидента? Очень важно, например, даже в случае атак. Правила атаки приходят на короткое время. Задача у людей проверить, можно ли ваш сайт положить, а потом вернуться уже с большими силами и оставить его под додосом на долгое время. Если вы увидели первую атаку, собрали всю информацию, у вас есть время подготовиться до следующей волны. После этого нужно посмотреть, а как вы чинили? Все ли действия были правильные? Все ли были оптимальными? Есть у нас инструменты для того, чтобы все это чинить? Собственно, следующий пункт, почему инцидент не повторится? Что мы можем сделать для того, чтобы починить такой тип инцидента принципиально? Идеальный сценарий, минимальные изменения, которые приводят к тому, чтобы инцидент вообще принципиально не мог повториться. Банальные, наверное, примеры из давнего прошлого, когда мы стояли в одном дата-центре и у нас первый раз отказало электричество, мы решили, что мы поменяем идеологию и будем жить в нескольких дата-центрах. Соответственно, потеря электричества, какая бы она ни случилась в одном из дата-центров, нам уже никогда никак не поломает сайт. Последний пункт, который тоже нужно подумать, а все ли на самом деле окей с нашими правилами. Вот не надо так сильно беспокоиться об этом, можно работать там в 10 раз быстрее, чинить инциденты проще, не собирая информацию. А может быть, наоборот, нужно потратить много времени и придумать какое-то новое правило, чтобы все чинилось гораздо быстрее. Возможно, что люди недостаточно коммуницируют друг с другом, то есть кто-то не рассказал кому-то какой-то фичи, просто потому что было не принято рассказывать, все считали, что это какая-то мелочь, которая всем очевидна. А может быть, у нас в документации какие-то есть проблемы, ее нужно поправить. Окей. Тоже такой интересный момент. Думаю, что на самом деле лучше сделать перед ним перерыв. 8. Правильно ведь? Полтора часа. Давайте сделаем перерыв, а потом поговорим, что же делать, когда ах, ну, полный пипец, все-таки случился. Рефлекс часто у админов есть, но и не только у админов мониторинга. Есть проблема перезапустить сервер. Ну, как бы, понятно. Понятное действие, приводящее к понятному результату, не всегда правильное, конечно. Ну, в результате часто программисты остаются без дебаг-информации. Вот мы поэтому и обложились кнопочками, что сначала нажми кнопку, а потом рестартуй, собери данные для дальнейшего расследования. А так все рестартанули, проблема ушла на время, то есть она, скорее всего, повторится через несколько часов, дней, недель, может быть. Программист приходит и говорит, ну и что вы меня звали, что я буду смотреть по графикам? Ну, да, память текла, куда текла, непонятно. Или 3D кончились, почему кончились, тоже непонятно. В логе перед этим моментом все гладко. Нужно смотреть жесты G-map, поэтому скорее в сторону автоматизации шли этих действий. Но это тоже так, не сразу же, вот типа оп, появилось. Очень много итераций, что люди ломали инструментами прот, то есть не сразу админы поняли, что, например, при снятии G-map приложение должно зафризиться, чтобы всю эту память как-то определить. Или при снятии G-стека тоже нужно все остановить приложение, чтобы состояние стеков этот момент собрать. Не сразу правильно поняли, что ключи разные бывают, что программисты просят об одном, админы интерпретируют другое. Договорились о ключах, потом договорились о том, что нужно это делать постоянно. Договорились о том потом, что это делать неудобно постоянно. Давайте сделаем кнопку, чтобы можно было сделать это сразу. Потом в некоторых случаях стали делать это просто на регулярной основе. Как бы если у тебя кластер из 600 машин, ты можешь снимать на каждой машине раз в секунду это, грубо говоря. У тебя получится, что каждая машина снимает раз в секунду, ну, один раз. Одна машина снимает в первую секунду, вторая во вторую, третья в третью. И получается, что на каждой машине этот съем происходит, например, один раз всего в 10 минут. То есть эффекта никакого нету, но у тебя зато каждую секунду состояние вот кластера, ну, поведение примерно одинаковое, может быть собрано и проанализировано. То есть когда проблема происходит, даже плавающая, то одна машина-то другая в кластере фризится. То есть если, например, таких там фризов происходит там 10 в час, на кластере в 600 машина фиг ты их поймаешь. Никогда не угадаешь, какая машина зафризится на минуту-другую. А вот таким вот анализом рано или поздно поймается проблема. Ну, либо триггерить по какой-то зависимости. Мониторинг нужно только настраивать тогда, чтобы он работал каждую секунду. Тоже достаточно тяжелая операция. Мы мониторингом клали продакшн. То есть нормальные сценарии, например, есть сервер 4U, то есть такая большая толстая машина, в которую можно ставить 38 дисков. Мы их используем по дисковое хранилище. То есть база данных, про которые Саша рассказывал, реализована в основном на таких серверах. Это очень выгодно. Они не сильно дороже маленьких серверов 1U. Но в то же время получается, что у них можно поставить много дисков. Их нужно физически меньше. Удобнее менеджить кластер, конечно, там из 50 машин, чем из 500. И из-за того, что там много дисков, там есть дисковый контроллер. Уже нельзя без контроллера обойтись. Этот контроллер скрывает диски от операционной системы, позволяет сделать, например, RAID. Нам это не нужно, мы просто представляем все диски серверы. Но контроллер скрывает системы мониторинга состояния смарта. Знаете состояние самого диска, смарт-параметры. Диск пишет сам внутри себя статистику на самом деле, ее можно читать. Там есть всякая информация, например, сколько байт было прочитано, записано, сколько раз диск разгонялся, включение-выключение. Это все-таки механическое устройство, и это показатель, что он не будет работать вечно. Если диск разгонялся там тысячу раз, скорее всего, скоро механизм будет поломан. Цифры условные. Эти параметры собираем, они позволяют по некоторым из этих параметров, можно определить, что диск сдохнет скоро. Это не стопроцентное предсказание, но процентов 80. Все-таки лучше узнать о том, что диск поломается скоро, и заменить его, пока он не поломался сам. То есть можно в штатном режиме остановить приложение, все будут делать это днем. Придет инженер в дата-центре, выдернет диск, вставит новый, админ восстановит данные на нем и запустит. Лучше, чем когда ночью диск какой-то сдох, разбудили админа, он в непонятном состоянии, проснувшись в 3 часа ночи, что-то там будет делать, ошибется командой. Поэтому мы хотели собирать эти данные. Чтобы собрать эти данные, нужно опросить дисковый контроллер, дернуть его на админском сленге. Он отдает всю эту информацию в виде большого списка, по-моему, XML. Мы ее парсим, и система мониторинга потом делает предсказания. Выяснилось, что если дергать достаточно часто, то есть диски обычные состояния, вот он pre-fail, скоро зафейлится, переходит в состояние fail обычно за несколько часов. То есть дергать раз в сутки не опция. Сначала мы хотели дергать их достаточно часто, то есть каждые несколько минут. И выяснилось, что изредка, там, один раз из 10 тысяч, когда ты дергаешь этот вот контроллер, получается такое непонятное состояние, мы еще не решили его с поставщиком, что этот контроллер внезапно стирает весь конфиг диск. Когда мы этот мониторинг запустили, начались падения, сначала упал один сервер. Мы подумали, ну, это, наверное, случайность. Ну, бывает такое, контроллер физического устройства, ну, сдох он. Ну, окей. Через несколько минут упал второй, третий. И что смущало, вот статистика работает иногда на тебя, иногда против тебя. По закону подлости первые три или четыре сервера, которые упали, они все были из одного и того же кластера, то есть один логический кластер. Поэтому мы сначала подумали, что какая-то проблема именно с этим кластером. Либо кто-то запустил чего-то, какой-то расчет на нем, либо программисты что-то в коде поменяли, что вызывает проблемы со всеми дисками, и пошли сначала совсем не туда. Пока мы дошли до того, что это на самом деле нами же запущенный мониторинг, так работает, была потеряна уже одна ночь. Админы вернулись домой, наверное, часам к шести утра некоторые, пока восстановили. Началось все вечером, все собирались как раз уходить домой. Большая часть инцидентов происходит значительных вечером. Так показывает практика просто потому, что вечером нагрузка выше. Выше нагрузка, больше проблем. Как-то так. Давайте продолжим. Ах, разбор полетов после инцидентов. Все вот это вот тоже нацелено было на то, чтобы сделать сайт как можно более высокодоступным. То есть цель вся же та же. Все та же. Разобрали инциденты, придумали, как их лучше чинить, или как вообще не допускать такие инциденты. Что бы вы ни делали, рано или поздно авария случится. Авария — это какой-то очень большой инцидент. Например, падение одного из дата-центров. То есть вы будете продолжать жить, пользователем будет оказываться сервис, но в то же время у вас есть проблема. Упал один ДЦ, там несколько тысяч серверов, десятков тысяч серверов даже может быть. Вам потом просто физическая задача их запустить. Сервера — это все-таки физические устройства. И по статистике, наверное, 1-4% серверов просто не вернутся из ребута. Особенно если они успели поработать несколько лет до этого. Также примерно 1-2% дисков после этого не вернутся к жизни. То есть все-таки это авария. Потребуется море действий для починки, хотя, может быть, даже в этот момент не быть эффектом. Какие другие аварии? Например, все балансировщики у вас из-за какого-то софтварного бага легли. Авария может быть также в сетевом устройстве. Циска как бы не была дорога и хороша функционалом. Иногда баги допускают все. Бывает, сетевые устройства отказываются, конфиги разваливаются. Бывают, программисты приносят ошибки, которые проявляются через некоторое время. То есть после запуска сервиса все было окей, через два дня оказалось, что есть баг. И этот сервис сложился. Особенно, если есть зависимости. То есть, например, у вас есть сервис, который отдает фотографии пользователям. Все фотографии пользователей, которые он видит на сайте, отдаются из одного места. Фотоподсистема. Если фотоподсистема поломается, у вас проблема будет везде. Потому что фотографии есть и в профиле пользователей, и при заходе к другу, и в ленте. То есть, пользователь, куда бы ни тнул на сайте, он будет видеть проблему. Также стоит понимать, что в момент аварии все люди, которые ее заметили, дежурная смена обычно, это первые, кто принимает удар, находятся в состоянии большого стресса. То есть, штатные инциденты, это окей. То есть, диски вылетают каждый день, вылетают десятками дисков. Модули памяти меняются по нескольку модулей в день. Ну, это нормально, это большой прот, инциденты есть всегда. Да, какие-то небольшие аварии, ошибки, там, маленькое повышение времени, стало больше ошибок в каком-то сервисе, например, там, на 10-15%. Да, их надо чинить, но это все-таки не проблема. Люди в состоянии стресса действуют не лучшим образом. К чему мы пришли? Как же мы будем чинить большие аварии, где задействовано очень много людей? То есть, не обычная команда, которая состоит из какого-нибудь дежурного члена команды мониторинга, дежурного админа, дежурного программиста, обычно люди втроем чинят какие-то инциденты средней тяжести. А вот авария, в которой должно быть задействовано несколько десятков людей, службы техподдержки, сторонние, возможно, какие-то провайдеры, операторы дата-центров, иногда даже пиар, об аварии нужно рассказать. Мы пришли к тому, что нужно заранее распределить ролик, то, что будет делать. Одна из самых главных ролей — это роль координатора аварии, мы ее называем так. Это выделенный человек, как правило, это либо кто-то из опытных админов, либо кто-то из темлиндов-админов, который уже видел это дело не раз, и который будет координировать работу всех остальных людей. Практика показывает, что этому человеку запрещено трогать консоль. Если он начинает пытаться починить и поисследовать все это сам, то это гиблое дело. Авария — обычно интересная штука, особенно когда непонятна ее причина. Причину надо найти, и это затягивает. На самом деле интересно провести расследование и найти причину. Поэтому координатору нельзя вообще никаким образом трогать консоль. Соответственно, во время аварии, когда поломалось много сервисов, люди не знают, за что хвататься. Одновременно лежит там три базы, четыре типа фронтов, телефон обрывают люди из службы поддержки пользователей, что нам рассказывать людям. И, разумеется, в интернете тролли сильно радуются, что ура, проблема у большого сервиса. То есть все не идеальны. Мы в Facebook, Google, ВКонтакте, кто бы ни упал, всегда кто-то будет этому радоваться. Координатор будет говорить всем, что же делать в момент аварии. Во-первых, у него есть короткая инструкция, которую он дает всем. Вот буквально мы ее напечатали, сделали документацию. Эта документация, разумеется, может быть недоступна сама по себе в момент аварии. То есть вот поломался у вас дата-центр, в этом дата-центре была ваша Вики. Вики поломалась, документация вам недоступна. Что же вы будете делать, если вы не знаете, что делать? У вас там несколько сотен сервисов, просто нельзя помнить, как чинить все их, как они все работают. Нужно читать документацию перед этим. Мы пришли к выводу, что эту документацию о том, как правильно чинить аварию, нужно рассылать периодически всем админам. Раз в неделю, раз в месяц мы присылаем письмо, в котором в зипованном виде есть вот этот документ, как чинить аварии, чтобы у всех под рукой была документация, даже в случае отказа нашей системы. Окей, документации мы сделали маленький чек-лист. Как делать? Как вести себя при аварии? Люди в реальном состоянии стресса ведут себя неадекватно. Это нормально людскую природу не переделать. Мы пишем следующие вещи. Маленькую инструкцию для координатора аварии. Нужно называть человека четко по имени, фамилии, кому ты передаешь вообще какой-то сервис на починку. Говоришь, Вася Пупкин, иди и почини базу сообщений. Соответственно, когда он передает, есть инструкция для того, кто чинит. Он должен сказать, да, я тебя понял, я пойду чинить эту базу. Когда чинишь, то есть люди увлекаются, у координатора аварии следующий пункт, когда ты выдал кому-то что-то на починку, ты периодически спрашиваешь у него, все ли у тебя в порядке, нету проблем. Люди увлекаются, есть какая-то проблема, нужно запустить, а файл не копируется, а что не копируется, файловая система может повреждена, сейчас я ее проверю, время утекает, и человек в этот момент ничего не чинит, он занимается исследованием, как чинить файловые системы. Понятно, что это может быть полезная вещь, но, с другой стороны, наверняка есть админ, который делает уже сто раз, и он ему может просто дать команду. Координатор аварии периодически опрашивает всех, кому он выдал какой-то сервис на починку, чем ты сейчас занимаешься, у тебя есть проблемы? Человек что-то рассказывает ему в ответ. Ну, также хороший вопрос, как ты думаешь, через сколько времени ты все это починишь? То есть человек может давать какие-то свои предположения, координатор об этом может рассказать в пиар-службе, когда же мы починим аварию, либо понять, что нет, так не прокатит, если этот человек будет еще пять часов чинить вот этот вот сервис, даунтайм явно станет эпическим. Также у координатора есть список сервисов, а то, в каком порядке их чинить. То есть ясно, что, например, вот те же самые фотографии стоит чинить в высокоприоритетном формате. А, например, какой-нибудь сервис, не знаю, знакомство на сайте, не так важен. То есть фотографии видит каждый пользователь, заходящий на сайт, а познакомиться пытается, ну, один из ста, например, в этот момент. Есть список этих сервисов, которые составлены, в принципе, логическое. Первое, что нужно для того, чтобы сервера работали, должно быть электричество. Ну, за исключением того, что физически дата-центр должен быть. Все-таки иногда и метеориты падают, я еще не слышал ни разу, чтобы он упал на дата-центр, но рано или поздно такое событие случится наверняка. Что будет с электричеством? Нужно взять какого-то инженера в дата-центре, дать ему задание. Иди к людям, которые обслуживают ДЦ, и узнай у них, когда же появится электричество. Потому что они наверняка тоже в жуткой запаре исследуют свои электрические штуки и совершенно никому не рассказывают о том, что же происходит, когда ждать. Может оказаться, что проблема очень серьезная, им нужна какая-то помощь, может быть, мы можем помочь. Сценарии бывали разные. Например, на моей предыдущей работе был кейс, что кончилось электричество, дизель-генератор не завелся по той причине, что люди забыли, что иногда наступает зима, там было завито зимнее, летнее дизтопливо. Зимой оно не завелось. Собственно, как ни странно, у владельца фирмы были свои контакты с одной, назовем это, нефтегазовой компанией, которые смогли очень быстро подогнать просто бензовод с зимним дизтопливом. Завестись, и пока подстанция чинила несколько суток свое электричество, продолжить работать. Окей, если у нас есть электричество, кондиционирование, фотографию с аварией кондиционеров я вам показывал, можно запускаться. Иногда можно запустить минимальный сервис, даже без системы кондиционирования. Запустите хотя бы там десяток вебов, пусть они показывают простую заглушку пользователям. Будет показываться заглушка, извините, у нас технические работы, скоро мы вернемся к вам. Это гораздо лучше, чем когда пользователь заходит к вам на сайт и не видит вообще ничего. У них браузер что-то покрутил, покрутил, ошибка. То есть лучше хоть какая-то информация о том, что пользователи гораздо спокойнее себя ведут, не пытаются, например, завалить службу техподдержки жалобами. Окей, кондиционирование есть, сервера иногда нужно, бывает, запустить. После того, как питание пропало и появилось, сервера нужно тупо пробежать по дата-центру и нажать на каждую кнопку питания. Ну, либо автостарт при наличии питания. Тоже палка о двух концах, иногда полезно одно, иногда полезно другое. Тоже может потребоваться помощь у инженеров в дата-центре. Иногда можно даже попросить уборщицу сказать, пройди, пожалуйста, запусти эту тысячу серверов, а я пока запущу другую тысячу. В два раза быстрее запуститесь. Ну, запустились, иногда бывают повреждены диски, их могут менять не только, например, инженеры в дата-центрах, а можно привлечь кого угодно. Бывали случаи, что работали и менеджеры, и программисты в дата-центре, ничего в этом такого нету. Все делают общее дело, если нужно подчиниться быстрее, можно привлекать всех. Окей, потом порядок сервисов. Первое, что должна запуститься, это сеть. Разумеется, нужен какой-то сетевой администратор, который бы запустил ядро сети, чтобы все начало работать. Потом нужно логично запустить балансировщики. То есть приоритизация сервисов очень важна. После того, как вы запустили всю сервисную инфраструктуру, готовы показывать наш сайт пользователям, тоже стоит подумать о тех моментах, которые мы обсуждали раньше. А выдержит ли вообще инфраструктура, которая только запустилась, с пустыми кэшами, с непрогретыми кэшем и базой данных, шквал пользователей? Вот нужно запуститься по частям. Как можно это сделать? Отгородиться фаерволом от части интернета. Запустить, например, пользователей только одного провайдера. Например, Ростелеком слишком большой. Давайте запустим только пользователей мобильного оператора Теледва. Их явно будет поменьше. Сетевое оборудование часто позволяет сделать именно так, либо можно просто фаервол на сервере прописать. Окей. Потом список сервисов, которые нужно запускать. Опять же, лучше уточнить у бизнеса. У бизнеса всегда есть свои предположения о том, что ему важно. Именно на данный момент и в каком приоритете запускать сервисы. Координатор координирует все это, выдает задачи, собирает информацию о том, что будет починено, просит мониторщиков, периодически рассказывая всем остальным людям. Даже если чинит аварию 20 человек, а у вас в компании работает их 2000, людям интересно, что происходит, и людям нужно предоставлять информацию, хотя бы для того, чтобы не было слухов, что все пропало, пора увольняться. Что да, мы чиним, да, мы починимся через два часа, да, проблемы очень серьезные. Информацию также нужно рассказать какой-то службе пиара, которая расскажет в интернете, что на самом деле происходит, а не какие-то домыслы пойдут. Окей, после того, как все починили, не забудьте протестировать и сделать разбор этой аварии, чтобы понять, как же улучшить это в следующий раз. При разборе крупных аварий мы поняли, что очень много времени теряем на две вещи. Первое – это то, что люди не понимают, что им делать, это мы решили обычным чек-листом. Делай раз, делай два, распределяй сервисы между админами, контролируй починку, заставляй людей между собой общаться. Кто что делает, кто что собирается делать. Второе – стресс в основном происходит от непривычных вещей. Большая часть привычных вещей не вызывает никакого стресса. Поэтому людей надо учить. То есть этот документ нужно рассказывать всем, админам как минимум, и тестировать, то есть давать людям возможность поучаствовать в починке аварии, даже если аварии нет. Регулярно, как правило, раз в квартал, иногда чаще, мы проводим тестирование. Каждый раз ставим какую-то новую задачу. То есть есть какие-то ситуации, которые вполне себе, ну, не штатные, ну, с которыми легко работать. Пропало питание в одном из дата-центров. Надо починить. Иногда ставим задачки посложнее, чтобы нужно было подумать. Внезапно перестала работать система видео полностью на сайте. Попробуйте найти решение, ну, и причину. Для этого заранее из других аварий готовим там выдержки из логов, сообщения мониторов. Тот человек, который проводит тестирование, проверяет заодно, как работает служба мониторинга. Куда они будут смотреть? Они просят. А что говорит нам система мониторинга? Он говорит, вот, смотрите, такие инциденты были созданы. Мы хотим посмотреть влоги серверов. Вот что в логе. И этап, понятно, поломалось это и это. Давайте сейчас мы позвоним команде видео, позвоним трем админам, потому что явно один не справится. и будем это чинить. Он говорит, ну вот, окей, хорошо, вот команда видео, один программист, вот три админа, давайте чинить. Смотрит на время, смотрит, что делают люди. И думает, где это можно улучшить, упростить коммуникацию, упростить починку. Иногда бывают, ну, случаи по языковырести еще. Все админы, разумеется, пользуются VPN-ом. Для доступа к сайту вводное поломался VPN. Что вы будете делать в этом случае? Ну вот, лучше иметь систему независимую, причем настолько независимую, чтобы это было не то же самое решение, просто дублированное в нескольких дата-центрах, а совершенно другая система на независимом интернет-канале. Если к вам подходит дата-центр, два толстых интернет-канала, не надо по этим же каналам пускать резервную систему, подключите какого-нибудь соседнего домового оператора, например, либо какого-то большого оператора, на который к вам не приходит в этот дата-центр. Скорее всего, авария, когда случится, хоть какой-то из каналов будет доступен, и у вас там будет стоять другая система. И лучше ставить VPN, совершенно другой софт, например, не OpenVPN, он другой какой-то, FreeVPN. В OpenVPN может быть какая-то бага, нулевого дня уязвимость, какой-то злоумышленник может просто пройтись, собрать все ваши айпишки, определить, где у вас стоит VPN, и один прекрасный день грохнуть VPN, пока сайт остался без управления, использовать другие эксплойты для того, чтобы взломать его. То есть, вот такой, например, сценарий. Отключить админов и программистов от прода, пока они ничего не могут сделать, гораздо больше времени на взломы, выкачку информации. Тестирование. Постепенно идем к тому, что еще не готовы полностью, но идеология у нас такая, что 3DC, отказ одного не должен приводить ни к какой проблеме. Это надо тестировать тоже, отключать не плавно, то есть не стоп-приложение, а просто брать и резко отключать сеть от целого дата-центра, смотреть, что будет происходить в этом случае, как ведут себя базы, как ведут себя кэши, нету никакой потери данных или синхронизации. Вот такое управление непрерывностью. Я думаю, что я рассказал все про сервисный подход, рассказал про часть наших инструментов, давайте расскажу про некоторые особенности большой инфраструктуры и как это реализовано у нас. Вот такой вот сверху проблема обозначена, что нужно везде выполнять команды админом на всей инфраструктуре, но при этом ничего не поломать, то есть следовать нашим принципам, что мы все изменения раскатываем постепенно. И команда какая-то выполнение даже безопасное, например, если знаете, в Linux есть команда лсов, которая позволяет посмотреть, какие файлы открыты процессом. Она выглядит безопасно, ты запускаешь лсов, видишь, какие пиды открыли, какие процессы. В одной из последних версий CentOS ее обновили, и теперь, когда ты говоришь лсов для джавовского процесса, она говорит не только для пида джавовского процесса, какие файлы открыты, а для каждого из тридов запущенных. Если у вас работает тысяча тридов, то тысячи раз будет одна и та же информация выведена. В результате лсов пытается сожрать десятки гигабайт памяти, и вроде бы read-only команда, которая не меняет никакие данные, а просто собирает информацию и кладет вам сервер. поэтому мы решили, что мы будем следовать полностью нашим идеям изменения применять постепенно. Вот инструмент, с помощью которого мы, как правило, работаем с серверами, то есть изредка все-таки надо выполнить какую-то команду на сервере, мы все-таки обычно пытаемся работать через систему конфигурации. команда cmdb это как раз запрос к нашей базе конфигурации, мы получаем список серверов музыкальная кассандра, и на этой команде dssh distributed ssh выполнение команды ssh по многим серверам мы выполняем обычную команду date. Во-первых, есть какой-то дефолтный тайм-аут, если эта команда делает что-то не то, например, вы набрали rm, ошиблись ключами, либо путем и удаляете данные, то через 20 секунд выполнение команды будет прервано по умолчанию, чтобы не навредить вашим данным, то есть даже если вы что-то начали удалять, вы удалите не так много. Этот тайм-аут кастомный, его можно выставить больше, можно выставить меньше, но по умолчанию он какой-то есть, выполнение команды прерывается. Потом система говорит hostcount 6, админ в этот момент может посмотреть, а правильно ли он вообще выбрал группу серверов, по которой работать. Да, 6 подходящее число, если там окажется внезапно тысяча, явно где-то вы в запросе накосячили, наверняка каждый из вас хоть раз до регекс ошибался. Такая штука. Потом начинается первый класс обычной школы. Как много 4 плюс 2. Предыдущие две строчки появляются мгновенно, вот эта третья тоже появляется и ждет какого-то ответа. Зачем это сделано? Тоже, наверное, каждый, кто работал в командной строке, хоть раз ошибался и сразу понимал после нажатия Enter'а, что команда неправильная, надо поправить и там нажал А. Вот этот момент, сколько будет 4 плюс 2, мы задаем простые арифметические задания. Сколько будет там 8 плюс 6, разный набор на сложение. Позволяет сделать паузу и админу обдумать еще один раз команду, то есть шанс в последний момент все отменить. Админ отвечает, да, окей, все коррект, и на одном из серверов выполняется команда date, выводит результат. После этого выполнили на одном сервере, админ проверяет, все ли так, как он ожидал, то есть результат команды ожидаемый. После этого мы готовы продолжать в целом дата-центре. Админ отвечает да, у нас 6 серверов в каждом дата-центре из трех, соответственно, по 2 сервера. Выполняем на втором дата-центре тоже. После этого он в остальных в УДЦ. У нас дата-центры называются М100 и Коровинская. Выполнение во втором дата-центре, выполнение в третьем. Окей, команда везде выполнена. Могло быть, это звучит немножко страшно первый раз, но обратите внимание на даты. 22 секунды на первом сервере выполнилось, 27 на последнем. То есть задержка в 5 секунд, мы соблюли все наши правила, поставили много предохранителей, но при этом не сильно задержали нашу работу. В целом выполнение команд быстрое. Ну, разумеется, нужно собрать лог того, что делал админ, что получилось. Сохраняем вывод в файлик. Если в результате выяснится, что мы все-таки что-то поменяли, есть всегда шанс поанализировать, посмотреть, а что же на самом деле делал админ, может он где-то ошибся, а может наш подход неправильный, надо спрашивать не 4 плюс 2, а 2 плюс 4. Такой вот вариант. Может быть, где-то информация неочевидная, админ не понимает, что он делает. Второй момент, который есть при использовании большого прода, нерешенные инциденты. Они есть всегда. на экране вы видите небольшую утилитку, которая мониторит все наши сервера. Она, в принципе, была написана когда-то очень давно, быстро и грязно, то есть с разными хаками, она неоптимальна, некрасива, ее нужно запускать на своем компьютере, открывается одно окно, но зато можно пройти по всем нашим мониторинг-серверам и глазами увидеть статус. Помимо того, что проблемы есть постоянно, можно быстро оценить масштаб проблем на сайте, то есть сколько проблем есть сейчас, насколько широко они распространены. То есть сейчас, судя по тому, что горит не очень много, это, наверное, примерно половина того, что видно, очень спокойный был момент. Иногда бывает в этом мониторе горит несколько сотен строк. А вот в одном из мониторов даже не горит вообще ни одной строки, то есть какая-то часть сайта работает хорошо. Разумеется, что эти проблемы есть, не значит, что их не надо чинить, то есть ими кто-то занимается, вероятно, не в самом приоритетном режиме. Но все же, зачем я вам показываю, когда админ работает, у него в одном окне открыт клиент, который позволяет заполнять команды, а во втором окне у него открыт этот монитор. И каждый раз, когда он выполняет какую-то команду, он сразу же может оценить результат своих действий. Не поломал ли я чего-то, не появилось ли новых срабатываний. Если появились, их можно оперативно заметить и починить. То есть даунтайм будет 2 минуты, а не 20 условных. Большое разнообразие всего чего, и софта, и железа, и очень много разных микросервисов, уникальных групп, несколько усложняет эту работу, но зато часто дает возможность посмотреть на проблему шире. Когда пишете какой-то мониторинг, что-то, что должно обойти все сервера, поработать везде, собрать какие-то данные, ремодифицировать их, приходится учитывать, что ага, вот здесь у нас новый Linux, здесь старый, ключи могут быть разными, разное железо, вот я рассказывал историю, что некоторые контроллеры при опросе могут тупо подвиснуть или вообще ребутнуться. Нужно обо всем этом думать, получается написание скриптов не очень быстрым, но зато часто, когда надо всем этим думать, рождаются другие сценарии, что на самом деле не нужно тупо обходить все и опрашивать всех, а может быть можно уже пойти в систему мониторинга и спросить у существующих каких-то проверок, данные попросить уже обработанные, которые будут в удобном для дальнейшей обработки виде. ну и с этим приходится жить, да, много версий софта, конфиг, которые мы храним с серверов очень сильно отличается от сервера к серверу и нужно всегда учитывать, что если ты захочешь обновить какой-нибудь то же самое OpenCV, библиотеку для работы с картинками, тебе придется учесть, что на некоторых серверах одна версия, на некоторых серверах другая. этого требует бизнес, для одной команды важны одни фичи, для другой важны другие фичи, они лучше реализованы в разных версиях, поэтому эти версии отличаются, поэтому конфиг бывает достаточно длинный, такова жизнь. Админов надо учить, это значит не только, что у админов должны быть какие-то знания, админы, которые приходят к нам на работу, сначала проходят курс молодого бойца, то есть в принципе все технологии, которые мы используем, они редко бывают эксклюзивными, то есть это несколько баз, возможно один протокол ремонтинга, в целом мы используем Кассандру, которая open source, используем обычный Linux, используем Java, которая вообще приятна с точки зрения администрирования, она везде плюс-минус работает одинаково. Админам приходится рассказывать несколько детальнее, чем я рассказывал вам о том, как у нас устроено все это внутри, как мы готовим Кассандру как высокодоступную базу данных, какие есть тонкости в одних кластерах в других, как мы мониторим Java, почему мы так мониторим. В целом курс занимает примерно две недели, то есть первые две недели админ, который пришел работать к нам, занимается именно обучением, он не выполняет ни одной задачи. Потом только он под прикрытием, вместе с каким-то ментором делать первые задачи, ну и постепенно еще через две недели это уже становится полноценным админом, который может уже работать. Админов надо также учить в процессе. Больше сотни уникальных сервисов внутри, несколько сотен уникальных групп. когда кто-то из админов вместе с программистом запускает какой-то новый сервис, обязательно в чек-листе есть вещи такие, как презентация для остальных админов и документация. Причем это не формальность типа презентация из одного слайдика, нет, это обычно полноценная лекция на 30 минут час, на которой мы рассказываем, как с этим работать, как это устроено, какие-то есть ожидаемые штатные инциденты, например, что делать при вылете одного диска в базе данных, например, сервер большой, там 36 дисков, если вылетел один диск, как восстановить данные именно только на этом одном диске. Ну, рассказываем, кто был ответственен за запуск, скорее, кто был разработчиком. Пишем документацию и презентацию обычно записываем на видео, чтобы админы, которые потом к нам работать, могли ее посмотреть и знакомиться с сервисом. Готовимся к праздникам. Проклятие любого админа, это высоконагруженного сервиса, особенно социального, когда люди что-то празднуют, у админов самые большие проблемы. Классический пример, Новый год, у всех наверняка есть родственники, которые живут не рядом, где-то далеко, то есть у большинства людей такое есть. Часто они им звонят, нагрузка на телефонную сеть, разумеется, повышена, у нас на сайте они пишут много сообщений, записывают короткие видео с поздравлениями, записывают видео с салютами, заливают, как они запускали салют к нам, и нагрузка повышается иногда даже в десятки раз от нормального уровня. К этому моменту надо подготовиться, как правило, весь декабрь админы проводят вместе с программистами, с изучением сайта, с изучением, что было в прошлом году, что планируется в этом, вот какие-то новые фичи добавились популярные, админы иногда ставят больше железа. Такой праздник, разумеется, не один. Восьмое марта, например, это шквал подарков на сайте. Если пользуетесь сайтом, то, наверное, в курсе, что практически в любой социальной сети можно подарить подарочек. Разумеется, женщинам дарят много подарков, и это отдельный челлендж, потому что там иногда часто бывает даже больше, чем 10 раз больше дарят подарков. На самом деле у меня, наверное, все. Какие-то вопросы? Еще раз про всякие вопросы, допустим, когда вводишь какую-то команду, то есть, получается, при каждой команде будет вводиться какая-то математическая задачка или какой-то еще прохождение? Вот вы про этот момент. Да, оно раскручивается примерно экспоненциально, то есть, первый раз, когда ты вводишь это число, отвечаешь на этот вопрос, тебе дается право, ну, как право, выполняется команда на 10 серверах, условное число есть. После того, как команда выполнилась на 10 серверах, ну, тут серверов было всего 6, поэтому не удалось показать, спросят еще раз, чтобы эти изменения все-таки выполнялись постепенно. То есть, если веб-серверов несколько тысяч, может быть, и на всех них выполняешь команду, тебе не дадут сразу это сделать. Сначала 10, потом 20, потом 40, потом 80, вот так постепенно будет мощность изменения нарастать. почему делаем так именно для админских команд, у админов все-таки потому, что они работают с операционной системой, гораздо больше шансов какой-то командой что-то испортить. То есть, это у нас тоже появился инструмент не сразу. Сначала мы имели возможность бахнуть сразу команду везде. После того, как несколько раз вот этим вот баханием везде мы устраивали сами себе инциденты, сделанные нашими же руками, появилась задержка, что сначала на одном сервере, потом на одном дата-центре. Оказалось, что этого недостаточно. Некоторыми командами можно положить таким образом весь, ну, один дата-центр и не заметить это. Внесли большую задержку. Потом оказалось, что админы иногда ошибаются. После этого появилась вот эта вот проверка сложения. Потом выяснилось, что некоторые команды, если они выполняются слишком долго, то они могут иметь негативный эффект. То же самое ELSOF, он не сразу дохнет, ему, чтобы нажрать 20 гигабайт памяти, но все-таки нужно несколько десятков секунд. Появился тайм-аут. То есть это инструмент, который у нас появился и постепенно разрабатывался. Возможно, у себя в практике вы придумаете другое. В самом начале ничего такого не было. Мы ходили как обычные админы, на каждый сервер выполняли команду отдельно. Как понимаете, когда 5 серверов, это еще плюс-минус приемлемо, когда 500, админ одну команду будет выполнять целый день. Тоже не вариант. Да, мы сохраняем все команды. Это одна из частей IT-секьюрити, ну и в принципе помогает в расследовании. Одна из вещей, когда случился инцидент, понять, что происходило в этот момент. То есть, как правило, инцидент замечают не сразу, особенно если он не критичный. То есть, пропадание питания в одном дата-центре замечают все. А вот, например, ухудшение времени ответа какой-то системы обычно замечают не сразу. Оно начинает правильно нарастать, и через 2-3 часа становится понятно, что проблема есть, и она станет хуже. Через несколько часов начнется даунтайм. И интересна именно вот та точка, в которой момент началось ухудшение. В этот момент ведь что-то же случилось. Кто-то чего-то сделал, и что-то поломалось. Нужно смотреть влог, нужно смотреть в чат, в этот момент. Как правило, если ты нашел эту точку, то 50% расследований уже завершено. В этот момент началась проблема, а дальше уже техническая часть осмотреть все системы мониторинга, все чаты, понять, что случилось. Недолго этот процесс занимает? Нет. Портал менеджмент системы основной источник подарков. Ну, как устроен, наверное, одноклассники изнутри, админов, нас сейчас 17 человек, программистов, я думаю, в 10 раз больше. Количество изменений, которые вносят и те, и те люди, оно примерно одинаково. Вернусь назад, займется некоторое время, но одинаково в принципе на одного человека. Получается, что программисты вносят на самом деле в 10 раз больше, где-то я проскочил, в 10 раз больше изменений. В основном они работают в этой системе, портал менеджмент систем, через веб-интерфейс, вносят изменения через веб-интерфейс. У нас, разумеется, мы тоже собираем данные о том, кто, когда, чего делал, так называемый аудит команд. Потом просто ты определил точку, там условные 9-38, заходишь в аудит и ищешь по нему, покажите мне все команды от 9-35 до 9-40 в этом промежутке. Появляется список команд, он не очень большой, кто что делал, какие настройки менял. Ну и, как правило, там уже легко достаточно понять, кто чего делал. Потом можно прийти к человеку и сказать, похоже, твой эксперимент пошел неудачно, давай его отключим. План отключения есть, можно отключить самому. Конечно, лучше приходи к самому программисту, который запускал, ну или тестировщик, менеджер. Многие люди имеют доступ к продакшену. Система позволяет избавиться от СССР, никому не нужен доступ к СССР, так вот опосредованно работают с продом. Я бы добавил для разработчиков, что фактически с точки зрения приложения это хранилищей конфигурации, когда разработчик хочет включить какую-то фичу или эксперимент, он сюда приходит и говорит там, меняет значение какой-то property с false на true. Да. Попадает в аудит и во всех логах. А дальше приложение получает push, получает обновление конфига и на новый запрос начинает эту фичу применять. Теперь внутри приложения flag true. Ну это если что-то реализовано не так, это аффектит в итоге логи, зажигаются какие-то мониторинг или графики начинают ползти какие-то вверх. Вот если, как Илья говорит, нашли точку, когда это началось, мы смотрим в районе этой точки по аудиту такие изменения были с конфигами, кто их сделал. И дальше уже можно раскрутывать глубокое. Но уже зная и вообще с конкретным человеком. Очень редко что авария происходит по вине какой-то физической системы. То есть вылет диска у него просто понятие если диск вылетел, автоинцидент создался, сразу же очевидно в чем проблема. Как правило все инциденты, которые требуют какого-то размышления, поиска причин они сделаны людьми. К сожалению так. Люди допускают ошибки. Все наши инструменты, все наши политики это в основном о том, как бы уменьшить ошибки этих людей. Но при этом желательно не сделать их работу адом. То есть чтобы люди все-таки могли очень быстро выносить свои изменения во многие части системы, но делали это контролируемо. Пожалуйста. Еще мог быть вопрос? Нет? Хорошо. Я покажу последний слайд. Ладно, там ничего интересного, просто спасибо за внимание. Спасибо, что пришли, надеюсь, вам было интересно. Кто-нибудь рано или поздно мог быть решить переквалифицироваться в админы. Работа тоже интересная, но немножко в другой стороне. Кстати, наши админы очень много пишут. То есть все вот инструменты, которые реализованы, они реализованы самими админами. И это требует достаточно приличного знания, например, питона. В основном админы пишут на питоне. КОМСИНОЛЙ .